В России действительно развивается сейчас, так называемая, безбарьерная среда, возможности для инвалидов участвовать в общественной жизни. Уже среди депутатов Госдумы, членов общественной палаты есть инвалиды. Это очень-очень хорошо. У нас очень мало возможностей для инвалидов даже нормально передвигаться. Знаете, у меня два года назад была сломана нога. Я сам передвигался на инвалидной коляске. А поскольку я человек активный, а время было избирательной кампании, а я был доверенным лицом Владимира Владимировича Путина, то передвигаться мне пришлось очень много. И поверьте, передвигаться очень сложно. И на инвалидной коляске, и на костылях. Временами были ситуации, хорошо помню, как на один телеканал я шел, мне одновременно было вынуждено помогать пять человек. Пять человек. Поскольку, это я всем вам говорю, перед всеми учреждениями сейчас сделали хорошие крылечки из кафеля, но зимой при небольшом снежке все эти костыли разъезжаются и не держатся на них вообще. А некоторые вообще так крутые такие кафельные себе крылечки сделали, пять-шесть метров. Невозможно по ним вообще пройти. Я считаю, что мы должны вести один день, когда все начальники должны передвигаться на инвалидных колядках или костылях. Для того, чтобы сами на своем опыте понять, каково же этим людям. А нам, как стране, очень выгодно помогать инвалидам. Потому что если мы создадим возможность инвалидам участвовать в общественной жизни, то они из людей, которые живут на нашей пособии, которые забирают у нас, превратятся в активную экономическую часть общества, которые будут работать, отчислять налоги, и мы тоже будем получать за их счет прибыль. Поэтому в возвращении инвалидов активной общественной экономической жизни очень важная часть нашей политики должна быть продолжена и интенсифицирована.